Здравствуйте! Вы смотрите новости международного валютного рынка на канале ИнстаФорекс ТВ. С вами я, Екатерина Стихина. Торги по нефти еще закрыты, но волнение на рынке уже заметно. По крайней мере некоторые сырьевые валюты, среди которых и российский рубль, уже в предвкушении высоковолатильной сессии. Только в чью именно пользу пойдет котировка? В пользу продавцов или покупателей рубля? Вот главный вопрос, с которым мы и попытаемся разобраться в рамках этого информационного выпуска. Рубль ослабил хватку и немного уступил американскому доллару. Котировка сегодня колеблется вблизи отметки 61.00. Аналитики в качестве основной причины ослабления рубля называют фиксацию прибыли трейдерами в связи с окончанием года. Вполне очевидно, что при возобновлении торгов рубль вернется к росту. Весьма сомнительной поддержкой в вопросе укрепления рубля является тема динамики на сырьевом рынке. Котировка североморской нефтяной смеси марки Brent ушла на новогодние выходные на отметке 57.00.60 за баррель. Однако здесь аналитики не столь оптимистично ждут возобновления торгов. Согласно представленными экспертами Беккер-Хьюз Дангем, на территории Соединенных Штатов продолжается рост буровой активности. Количество буровых установок на нефть за неделю увеличилось на 2 единицы. После изучения этой информации хорошо бы вспомнить о заключении соглашения о сокращении добычи сырья странами из ОПЕК и вне картеля. Пакт о частичной заморозке вступает в силу с января. Но, как показывает статистика, 58% респондентов уверены в провале договоренностей. Рост активности производителей сланцевой нефти в Соединенных Штатах не сбавляет темпов. А данные по запасам сырой нефти уже демонстрируют самые высокие значения с января прошлого года. Таким образом, эксперты ждут возобновления продолжительного периода удешевления нефти. Торгуйте и зарабатывайте вместе с компанией Инстафорекс. Мы с вами увидимся уже завтра. До встречи!